привет аналпер в этом видео мы поговорим о том как избавиться от сопротивления при достижении цели у каждого из нас есть какие-то хорошие амбициозные цели и многие из нас знают как этих целей достичь но бывает случается такое что у нас есть все ресурсы мы знаем свою цель но почему-то не делаем то есть включается какой-то такой внутренний саботаж мы как будто одновременно начинаем вставлять сами себе палки в колеса и в этом видео разберемся как работать с этой задачей смотри если ты досмотрел до этого момента видео и заметил за собой такое да то есть появляется какое-то сопротивление непонятное появляется какая-то лень ты начинаешь делать какие-то специально ошибки где их делать не стоит и ты можешь их не делать то это говорит о том что есть какой-то конфликт внутри твоей личности точнее конфликт частей личности что мы понимаем в нлп под частью личности под частью личности мы понимаем какой-то определенный отдел психики который отвечает за определенное поведение то есть есть части личности которые отвечают за твой успех за твою предприимчивость и так далее так далее так далее то есть все эти части составляют нашу личность точно также есть части личности которые сопротивляются успеху которые вставляют нам палки в колеса это все внутри нас и это все работает как единая система и в нлп есть техника которая называется интеграция частей личности сейчас я буду тебе рассказывать о ней а ты обязательно записывай и лучше всего проделывай эту технику вместе со мной и так представим что у тебя есть какая-то цель напиши в комментариях вообще встречался ли ты с сопротивлением и напиши какая у тебя цель соответственно в в тебе есть какая-то часть личности которая хочет достигать этой цели назовем эту часть личности 1 и одновременно если ты испытываешь сопротивление если ты испытываешь саботаж то в тебе есть какая-то часть личности которая отвечает за этот саботаж назовем эту часть личности 2 и для того чтобы эффективно поработать за своими частями личности вы Ook мы используем так называемую диссоциацию частей то есть что значит диссоциация диссоциация значит отсоединение то есть мы вроде как выносим какую-то часть личности из своего тела и начинаем ее рассматривать со стороны и даже иногда разговаривать собственно сейчас мы и будем разговаривать с частями личности и так найди внутри себя ту часть личности которая отвечает за достижение тобой поставленной цели представь ее назови ее как-то обычно люди называют эти части личности там я успешный к примеру или можешь любое другое название конечно и дать как ты сам назовешь так и будет называться твоя часть личности и есть вторая часть личности которую ты тоже сам назовешь ну обычно люди называют здесь я ленивый то есть вот эта часть которая отвечает за лень и саботаж и так есть две части личности которые находятся по большому счету в конфликте между собой потому что первая часть личности хочет достичь цели а вторая ей мешает саботирует почему-то не хочет и эти обе части личности находятся в тебе что нужно делать первым делом диссоциировать эти части личности от себя есть два пути первый путь это мысленно представить обе части личности одну на правой руке вторую на левой допустим на левой у меня будет часть личности которая отвечает за достижение цели на правой будет часть личности находиться которая отвечает за лень или прокрастинацию или за саботаж и тебе их нужно как-то метафорически у себя внутри представить это упражнение лучше делать в таком состоянии легкого транса ты можешь присесть положить обе своих руки на свои колени или на ручке стула и вот так на них посмотреть тебе нужно мысленно представить обе части личности у каждой из частей личности нужно проявить позитивное намерение вот допустим моя первая часть личности которая находится на этой руке она отвечает за достижение цели я у нее спрашиваю прям так мысленно спрашиваю что ты хочешь хорошего привнести в мою жизнь что ты хочешь хорошего привнести в мою личность и нужно прислушаться к себе и получить ответ допустим эта часть отвечает я хочу чтобы ты был успешным окей продолжая удерживать эту часть личности обращаемся к этой части личности которая отвечает за лень за саботаж и за сопротивление тоже ее нужно представить каким-то образом и задать ей вопрос а что хорошего ты хочешь привнести в мою жизнь какое твое вообще позитивное намерение и эта часть личности тоже прислушайся к себе эта часть личности к примеру отвечает мне я хочу чтобы ты больше отдыхал и восстанавливался конфликт налицо эта часть хочет чтобы ты достиг цели а эта часть личности хочет чтобы ты больше отдыхала и восстанавливался у тебя будут свои ответы какие позитивные намерения у этих частей личности есть и ты в этой технике выступаешь неким таким медиатором или модератором твоя задача обращаясь каждой из частей личности попросить их чтобы они между собой пообщались прям попроси эту часть личности ты ее уже каким-то образом идентифицировал каким-то образом назвал вот я допустим эту часть личности назову саботажник а эту часть личности назову успешный и моя задача обратиться к саботажнику и обратиться к успешному и попросить их между собой договориться попросить их между собой договориться и как бы это ни странно выглядело они начнут между собой разговаривать если какая-то часть личности не хочет разговаривать твоя задача проявить все коммуникативные твои способности чтобы помочь ей начать разговаривать и в тот момент когда они начинают между собой разговаривать кстати бывает очень прикольно что они разговаривают на каком-то своем языке и ты не понимаешь о чем они говорят а твоя задача сделать так чтобы они договорились и так удерживая каждую из этих частей личности твоя задача медленно в легком трансе начинать сводить руки начинать сводить руки чтобы эти части личности становились ближе к друг другу становились ближе к друг другу и в какой-то момент времени когда твои пальцы уже соприкоснуться друг с другом понимая что эти части личности между собой договариваются объединить их в такой шар и дать время им интегрироваться одной в другую дать время им интегрироваться одну в другую и прям представляй как в твоем шаре внутри эти части личности во-первых договариваются и а во-вторых они сливаются во что-то единое когда ты дал это время раскрывай свои руки и у тебя появится уже какая-то одна объединенная часть личности рассмотри ее как она будет выглядеть нравится она тебе не нравится и потом мысленно метафорично тоже ее прими в себя скажи привет я принимаю тебя спасибо я рад что теперь ты у меня есть объединенная такая примиренная есть второй вариант исполнения этой техники который делается в пространстве начало техники тоже самое тебе нужно идентифицировать каким-то образом часть личности которая отвечает за твое желание достигать эту цель и 1 отдельно идентифицировать часть личности которая дает сопротивление нужно их увидеть представить до механика та же самая как мы делали только что только ты это делаешь в пространстве то есть ты условно говоря здесь размещаешь часть личности которая сопротивляется вот где-то здесь а здесь размещаешь участь личности которая стремится к успеху проясняешь позитивные намерения и здесь очень важно эти части личности тоже назвать как я здесь назвал я ленивый я успешный и в этот момент времени когда их ты их расположил вот так в пространстве на полу где-то можно какие-то точки отметить не знаю маркером каким-то два листа бумаги положить твоя задача представляя эти цели как бы начинать описывать вокруг них восьмерку прямо вот так ходить ходить вокруг них и в этот момент когда ты будешь описывать вокруг них восьмерку когда ты будешь проходить мимо части личности которая отвечает за достижение цели твоя задача и и рассматривать и проговаривать как она выглядит а в тот момент когда ты проходишь мимо части личности которая саботирует тоже ее рассматривать и описывать как она выглядит итак сделать много-много таких шагов вокруг них прям ходить в пространстве очень классно работает я помню однажды делал сам себе эту технику на школьном стадионе на меня люди смотрели как на сумасшедшего но эффект от этой техники был просто какой-то нереальный и в те моменты времени пока ты вокруг них ходишь и проговариваешь себе как они выглядят твоя задача заметить как они начинают друг другу сближаться и таких кругов вокруг каждой части личности нужно ну сделать хотя бы 20-30 описывая то как они выглядят со временем ты будешь замечать что это расстояние уменьшается и где-то у тебя будет как если мы рисуем восьмерку где-то у тебя будет точка пересечения в какой-то момент времени когда ты почувствуешь что части личности уже готовы объединиться ты как бы сходишь с этой восьмерки и просто наблюдаешь за тем как они соединяются наблюдаешь за тем как они соединяются и появляется новая уже интегрированная часть личности и твоя задача потом просто войти это в это место пересечения и впустить эту часть личности в себя техника трансовая техника очень крутая техника работы с бессознательным после проделывания этой техники если ты проделаешь все по шагам как я тебе описал сопротивлением которое возникает на пути достижения цели у тебя уже не будет никаких проблем это была утренняя раскачка с тобой был юрий пузыревский пока пока